В эфире телекомпании Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы. Я Татьяна Захарян. Здравствуйте. Сегодня в выпуске вы увидите. Михаил Саакашвили заявил в Национальное антикоррупционное бюро на самого себя. Насколько опасна для украинской экономики контрабанда сигарет? Кто и как строил наш город? Презентация книги Олега Губаря «История градостроительства Одессы». Уникальные старинные куклы в музее Блещенова. А теперь об этих и других событиях подробнее. Михаил Саакашвили предложил Национальному антикоррупционному бюро проверить Михаила Саакашвили. Для этого одесский губернатор лично принес заявление в это ведомство. Такой шаг Михаил Саакашвили сделал после многочисленных обвинений в свой адрес со стороны народных депутатов Андрея Иванчука и Дмитрия Голубова. Михаил Саакашвили, наверное, стал первым человеком в нашей стране, предложившим соответствующим ведомствам проверить себя самого на предмет коррупции. Для этого он лично явился в Национальное антикоррупционное бюро с соответствующим заявлением. Таким образом, губернатор Одесской области решил ответить на многочисленные обвинения в свой адрес, звучавшие последние дни стен Верховной Рады. Так, накануне народный депутат Украины Андрей Иванчук, представляющий в Верховной Раде комитет по вопросам экономического развития, выступил с критикой действий Михаила Саакашвили. Одесский политик отреагировал на его слова достаточно резко, назвав их измышлениями. Вчера председатель комитета, ближайшее лицо премьер-министра Яценюка Иванчук позволил себе, обнаглел до предела и на своем комитете какие-то измышления в мой адрес. Он представляет группу, которая является символом коррупции для украинцев. Я хочу, чтобы проверили его обвинения или других обвинений в мой адрес, и потом проверили их сами. Что касается выступления другого народного депутата, Дмитрия Голобова, который, как известно, обвинил команду Саакашвили в миллионных растратах, средств фонда на благо Одессы. Одесский губернатор в ответ назвал его международным мошенником. Эти люди посмели вчера на меня напасть в радио. Они напали на меня в радио. Этот конкретный депутат, мошенник международный БПП, пропал после того, как за день до этого был задержан, после долгих поисков, его представитель. И через него выходят на этих депутатов, видимо. И это мы говорим о присвоении многих миллионов долларов через приватизацию в Одесской области. И как только задержали, после, еще раз говорю, после того, как наконец-то мы заставили полицию, которая ничего не делала в последнем месяце в этом направлении, задержать этого конкретного субъекта. Вчера этот мошенник, который почему-то оказался в списках ППП, вчера в парламенте всякую чушь. Каждое их слово – это ложь. Каждое их слово, с полной ответственностью, это ложь. А пока большие надежды Михаил Саакашвили возлагает именно на Национальное антикоррупционное бюро, считая, что этот орган знает, что делать и разберется в вопросе, кто виноват. Филиал «Инфоксводоканал» предлагает одесситам чтить многолетние народные традиции и встретить Новый год без долгов за воду. Прошедший год, утверждают сотрудники предприятия, принес одесситам множество хороших новостей и нововведений. Проведена реконструкция крупнейших водоочистных станций и очистных сооружений на станции биологической очистки «Южная». Но самое главное и дорогостоящее достижение филиала «Инфоксводоканал» – это перевод водонасосных станций города на новую и безопасную технологию обеззараживания воды. Одесса – одна из первых городов в Украине избавилась от жидкого хлора и перешла на безопасный гипохлорид натрия. Это благодаря тому, что были модернизированы очистные сооружения. Наш город перешел на гипохлорид натрия, что дало возможность опять же в домовладениях и квартирах получать воду, которую не надо дополнительно очищать. Однако основной проблемой, которая беспокоит «Инфоксводоканал» – возрастающие долги одесситов за воду. В декабре их накопилось уже порядка 140 миллионов гривен. Филиал «Инфоксводоканал» призывает всех своих абонентов в декабре погасить долги за воду к Новому году. Ведь, как гласит народная мудрость, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Еще раз призываем наших абонентов, не дожидаясь 1 января 2016 года, погасить имеющуюся задолженность. Хочу отметить, что всегда у всех есть хорошая традиция перед Новым годом. Что в Новый год все пытаются входить не только без долгов, но и мы надеемся, что войдут одесситы в Новый год еще с водой. «Инфоксводоканал» призывает одесситов своевременно рассчитываться за предоставленные услуги, чтобы войти в Новый год без долгов и с водой. Анатолий Косин, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг». 10 октября должно было состояться очередной, уже третий по счету заседания апелляционного суда по делу Ольги Дударь. Напомним, женщина уже несколько лет судится с военной прокуратурой и Министерством обороны за право проживания в одной из комнат общежития Института сухопутных войск. Ей удалось выиграть дело в Малиновском суде, однако ответчик остался недоволен принятым решением и подал апелляцию. Слабая женщина против целой армии военных. Вот уже 4 года Ольга Дударь судится с военной прокуратурой, Министерством обороны Украины, Институтом сухопутных войск и Кетчем. Все дело в этой комнате, где проживает семья Дударь. Супруг Ольги, бывший военный, сейчас находится по контракту в Крыму и выехать оттуда не может. Этим воспользовалось высокое военное начальство и попыталась выселить женщину вместе с ребенком на улицу. Ольга не из тех, кто сдается без боя. Несколько лет длилась судебная тяжба, завершившаяся победой женщины. Малиновский суд принял решение оставить ей комнату. Однако истец оказался недоволен принятым решением и подал апелляцию и снова месяца нервотрепки и неизвестности для Ольги и ее семьи. Я надеюсь на то, что это уже справедливое решение, потому что эти все круги ада уже проходить, конечно, очень тяжело. Столько нервов на нервной почве и миллион болезней уже возникает, потому что постоянно не работать не можешь ничего, это сидишь постоянно на нервах. Заседания в апелляционном суде переносились уже несколько раз. 10 декабря должно было состояться очередной, уже третий по счету. А так, из-за отсутствия одного из судей, который оказался в командировке, рассмотрение дела вновь оказалось отложенным. Мы считаем, что решение первой инстанции Малиновского суда, который вынес судья Плавич, является законным и аргументированным. Потому мы считаем, что апелляционная жалоба была подана без всяких либо оснований. То есть они не предоставили, истец не предоставил никаких либо дополнительных документов, которые бы давали основания им доказывать свою позицию так, как они ее видят. Несмотря на то, что ранее истец так и не смог предоставить документы, подтверждающие статус здания, где проживает Ольга и ее дочь, этим вопросом теперь озаботился и сам суд, направив соответствующий запрос в Одесскую мэрию. Следующее заседание суда состоится уже 17 декабря. Теневой рынок табачных изделий в Украине ежегодно наносит государственному бюджету ущерб в размере около 2 миллиардов гривен. Заработки от этого бизнеса не только бьют по экономике, но и дестабилизируют обстановку в Украине. Деньги, заработанные нечестным путем, идут на оружие для преступников и подпитку террористов, как на оккупированных территориях, так и в мирных городах. Насколько масштабна проблема нелегального рынка табака и как с ней бороться, обсудили одесские эксперты. По сравнению с 2014, в этом году таможенники выявили в три раза меньше случаев контрабанды сигарет. Во многом это стало возможным благодаря тому, что теперь через пункты пропуска на Приднестровской границе сигареты провозить нельзя. 70 миллионов в прошлом году и миллион, это количество сигарет, и миллион в этом году, миллион 400. То есть получается тоже около 70 раз уменьшение количества контрабандных сигарет. Они носят такой характер, как я говорю, на автобусе, на тачанках, на еще каких-то, но такой системный, чтобы поток такой, чтобы действительно был опасный для экономики страны, если выражаться, то я не думаю, что он сейчас на сегодняшний момент такой присутствует. Однако причина не только в эффективной работе таможни и пограничников. Украина становится неинтересной для контрабандистов, которые занимаются торговлей левыми сигаретами. Сегодня Приднестровский рубль, где-то, мы имели представление, это 40 копеек от украинской гривны. И даже те цены, которые там есть, они делают для крупных, скажем так, официальных легальных производителей. Данный черный бизнес как контрабанда, просто экономически нецелесообразным, необоснованно в высокой степени риска. Несмотря на такие заявления, эксперты также напоминают. Традиционно акцизные сборы с сигарет и алкоголя наполняют местные бюджеты. И покупая контрабанду, в том числе и сигареты, человек обворовывает сам себя. Эти деньги, которые могли бы быть выплачены на повышение минеральной зарплаты и так далее. Поэтому общество должно в целом начать бороться с ценевой экономикой. Поэтому специалисты призывают сознательных граждан помочь в борьбе с нелегальными сигаретами. Сейчас проводится тест специальной программы, с помощью которой можно быстро сообщать о нарушениях правил торговли табачными изделиями. Программа установит ваше местное положение и показывает, есть в этом лицензии объекте торговом или нет в этом. Если нет, она дает возможность вам сфотографировать этот объект, сфотографировать чек, если вам дали, правильный, неправильный, и отправить все это на почту в налог. Уже 17 проверок, 3 объекта лишены лицензии. Налоговики надеются, что общество поддержит их начинание. Да, пока что потоки контрабанд и сигарет в Украину снизились. Но скоро могут принять новый налоговый кодекс, поднимут акцизные ставки. И контрабанда табачных изделий снова станет выгодным бизнесом. И поддерживая этот бизнес гривной, украинцы продолжат сжигать свои дороги, школы и больницы. Анатолий Косин, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг». Украинский янтарь контрабанды переправляют в Молдову. Как сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, партия «Камня» задержана в автобусе рейса «Одесса-Кишинев». При осмотре микроавтобуса на пункте пропуска в селе Маяки бойцы Белгороднестровского пограничного отряда обратили внимание на большое количество багажа. В пакете оказался необработанный янтарь массой почти 21 килограмм. По словам водителя, гражданина Молдовы, он не знал, что везет. Его попросил доставить груз в Кишинев неизвестный человек. Служба безопасности проводит расследование. Уникальное издание пополнило перечень книг, посвященных нашему городу. Известный краевед Олег Губарь представил фундаментальное исследование «История градостроительства Одессы». Монография сразу же поступила в фонд редкой и ценной книги в научной библиотеке Одесского национального университета имени Мечникова. Книга Олега Губаря – первое и единственное современное издание, полностью охватывающее все аспекты истории градостроительства в Одессе. Материалы собирались на протяжении 10 лет. Автор изучал документы городской думы, канцелярии, городоначальника, управление генерал-губернатора, магистрата, коммерческого суда, зарубежные источники. В результате получился труд, имеющий научное и практическое значение. О истории плановой застройки, правил застройки, правил регулирующих застройки, правил землепользования, архитектурных правил, правил связанных с налогом недвижимости, с поземельным сбором никогда не было. Архивные материалы интересны не только техническими и правовыми подробностями. Документы позволяют судить об отношении общества и властей к людям, заботившимся о развитии своего города. Если человек строил очень хороший, украшающий город-здание, это удивительно. Самые богатые люди в Творонцовскую эпоху освобождались от уплаты такого налога, бывало на 3, на 4, даже на 5 лет. Олег Губарь, автор трех десятков краеведческих и художественных книг, публиковался в изданиях Украины, России, Израиля, Германии, Англии и Соединенных Штатов. Нынешний труд, по сути, градостроительная энциклопедия Одессы, наверняка будет интересен специалистам и любителям истории за рубежом. Александр Рабиноградов, телекомпания КРУ. Необычная выставка открылась в музее частных коллекций имени Блещунова, посетить которую будет интересно, пожалуй, взрослым и детям. Дело в том, что экспонатами выставки стали антикварные куклы из личной коллекции одесситки Оксаны Крутий. Нет, все-таки существуют в мире вещи, над которыми не властно время, ибо попав на эту выставку, вполне себе взрослые люди начинают чувствовать себя детьми. Все дело в необыкновенной магии представленных экспонатов. Дореволюционная игрушка – это тебе и история, и искусство, и культура, и страны, и самого человека. Советские пупсы и кубики, конечно, тоже уже давно стали настоящим раритетом. Их организаторы выставки представили в качестве некоего экспоната, способного выделить особенную прелесть и тонкость дореволюционных игрушек. Это специально для тех, кто приходит со своими внучками, чтобы рассказать, какие были куклы у них в свое детство. Куклы – большей частью 19 века или начала 20-го, и доставались они нынешнему владельцу, иногда в весьма разобранном состоянии. Свою первую куклу хозяйка кукольной коллекции обнаружила на Одесской староконке. Было это несколько лет назад, и с тех пор у Оксаны Крутий началось это недетское увлечение игрушкой. Здесь есть экспонаты производителей Германии, очень ценные производители Франции, они более ранние. А также есть царская Россия. Они очень редкие, потому что во времена революции многие экспонаты уничтожались, и потому редкие вещи дошли до наших дней. Особенно потрясают, конечно, детали. Французское кружево на платьице кукольной модницы 19 века из Франции действительно французское и действительно изготовлено в то время. Вот этот крошечный фарфоровый сервис с игрушечной посудой – действительно самый, что ни есть, лиможский фарфор. Местами организаторы выставки попытались придать куклам еще и колорит того времени, украшая витрины миниатюрными книжками или мини-картинами в рамочках. Это мы сделали такие инсталляции, постарались с ними поиграть. И играть с этими куклами невозможно. Мы постарались здесь создать такую сценку, словно две сестрички играют с маленькой куколкой в чаепитие. Здесь наша французская дама где-то по парижскому улочкам гуляет и рассматривает вариант местной староконки, выбирает книжечки. Из всех кукол, представленных на выставке, ими имеет всего одна – Элизабет. Та самая кукла-француженка. Впрочем, вот эта украинская кукла тоже по-своему уникальна. Хотя одежда на ней того времени, некоторые детали мне пришлось дорабатывать. Вот, например, всем известно, что украинские женщины носили много украшений. Это были и янтарь, и кораллы, естественно. Мне нужно было найти старинные кораллы. Старинные кораллы тоже есть сегодня в продаже, их можно найти. Но именно кораллы в миниатюре, чтобы подошли к этой кукле, это была для меня большая сложность. И когда я их нашла, именно старинные, в миниатюре, моей радости не было предела. Смотришь на эти игрушки и понимаешь, вот уж где у ребенка было счастливое детство. Детство, ставшее уже историей. Это все новости на сегодня. Далее информация синоптиков о погоде. Я напоминаю, что новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Во всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76. Хороших вам новостей, приятных выходных. Я прощаюсь с вами, до следующей встречи в эфире. Увидимся. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok